Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 14 сентября 2020 года. Продолжаю тему Чингарского бульвара. Это юг Москвы. Идя по своим делам, Чертановский районный суд, я проходила мимо ароскопа. Ну, что-то строили или прокладывали трубы, или меняли трубы. Я успела углядеть фрагмент красно-кирпичной стенки. Обратите внимание на слой однородной глины. Уровень засыпа более 6 метров. Строители не любят, когда их снимают, поэтому мне приходилось делать быстро, украдкой. Я увидела этот фрагмент красно-кирпичной стены. Она завалена глиной, но все-таки видно ее. Что-то уже там делали в советские времена. Видна бетонная перегородка, под ней трубы. Эта бетонная перегородка упирается в разрушенную красно-кирпичную стену. Так, посмотрим еще раз. Вот это с другой стороны. Вот фрагмент. Сразу я не углядела, но здесь видна однородная жирная глина. И поначалу вот эта кирпичная стена, я ее не заметила, она слилась с фоном. Но это красная кирпичная стена. С другой стороны немножечко. И вот потом я это дело обхожу. Вот, вот видна красно-кирпичная стена. Потом я обхожу, обхожу, обхожу. И с другой стороны я смотрю уже вот на эту стенку. То есть сначала здесь была видна стена, и вот здесь видна стена. То есть какой-то фрагмент. Вот она, разрушенная стена. Вот. И он на чем-то стоит, копает. Вот еще здесь просвечивает что-то. Вот она, граница этой стены. И все в бурой, красно-бурой, чистой глине. Вот такой глубинный засып. Ченгарский бульвар застраивался в 50-х годах для работников завода ЗИЛ. Но это очень старое древнее место. Про него мало что известно, но кое-что удалось узнать. А здесь можно представить глубину засыпа. Где-то более 6 метров, судя по росту человека. И дальше иду по Ченгарскому бульвару. Вот после этого раскопом там вот за тем домом. Я обхожу его. Везде следы катастрофы, следы засыпа. Дома ставились, строились, рылись котлованы, по всей видимости. Какие-то дома в этих дворах есть на старых фундаментах. Ну, вот это вот новый дом кирпичный. Под него рылся котлован. И тем не менее, а рядышком тут этот засып. И вот так вот идешь, и видно, как делают остановку. Расширяют прям вот. Откопали. Вот она, глина идет. Тут же заасфальтировали. О, пожалуйста. И дальше опять вот такую же разгребли, заасфальтировали. Вот он, этот наплыв. А там еще дом стоит. А посреди вот этот наплыв. Это чистая глина. Вот уровень наплыва от дороги. По сравнению с дорогой, с Ченгарским бульваром. Вот уже рядом в этом районе. Вот старый красно-кирпичный дом. Здесь же рядом есть старая школа. Дата постройки ее официальная. Тоже 50-е годы. Когда-то она была греческой школой. Вот она виднеется. Здесь оказалась одна странность. Навершие на крыше этой школы оказалось точно таким же, как и у другой школы на Кутузовском проспекте. Это типовые школы проекта архитектора Лидии Арушановной-Степановой. Мосгорпроект. Активно строились в Москве в период с 49-го до середины 1950-х годов. То есть это сталинская застройка. Они называют ее «Ампир». Но самое интересное, что все эти школы имеют подвальные этажи красно-кирпичные. То есть я полагаю, что они ставились на допотопных стенах. Так, а теперь вернемся к Ченгарскому бульвару. Вот он у нас. Он такой не очень большой. От метро «Севастопольская» до метро «Варшавская» она сейчас закрыта. Итак, вот эта школа 1450, которая по проекту Степановой строилась. Но обратите внимание, она находится в диссонансе с линией самого бульвара. Вот если застройка, спальная застройка идет четко по линиям перпендикуляра, параллели перпендикуляра, то она развернута совершенно непонятным образом. Эта школа. И вот многие сталинские здания, которые датируются 40-ми, 50-ми годами, даже некоторые хрущевки и даже некоторые брежневки, как бы вот 60-х годов, они стоят на старых допотопных фундаментах. И похоже, что эта школа из их числа. Вот если вот эти дома все-таки уже строились по застройке, и, полагаю, под ними котлованы делались, то есть они, ну, можно сказать, что они строились с нуля, то вот с этим зданием большой вопрос, потому что оно и развернуто очень странно. Хотя застройка, вот бульвар, он и есть бульвар, казалось бы. Чего тут, вот зачем такой нужен угол, зачем такой нужен был разворот этой самой школы. Но это еще не все. Здесь будет один очень важный момент. Я чуть позже к нему вернусь, а сначала я скажу, что нашли вот где-то в этом районе Ченгарского бульвара. Есть видео, мы сейчас посмотрим. Вот откопали такую штуку допотопную. Видно, что это все в глине, заклепки. Похожие железные вещи доставали на фото. На старых фото есть при строительстве метро. Якобы строят метро, и вот такие же какие-то развалюхи, неразвалюхи. Что это такое было? Металлическая какая-то штука. Прямо вот, что называется, под дорогой находится. Объяснений этому нет. Никак это никто не комментировал. Вот была такая находка. Вот в этом месте. Итак, где-то здесь была сделана находка. Сам бульвар он небольшой. А почему он древний, древний, древний? Потому что здесь он выходит прямо на метро Варшавское шоссе. А дальше, если мы продлеваем линию, мы попадаем на Каширское шоссе. А тут рядышком, совсем рядышком, у нас дворец царя Алексея Михайловича. У нас музей-заповедник Коломенское. У нас Дьяковский яблоневый сад. Здесь Дьяковское городище. И здесь фатьяновская культура. И датируется эпохой бронзы. Официальной датировке 5000 лет. И если здесь вот 5000 лет люди жили, жили и имели металлургию. И были... У меня есть целый фильм по фатьяновской культуре, что это была цивилизация, что это не какие-то там дикари бегали, а это были гламурные люди. Мужчины брелись, женщины делали прически. Украшения такие, скифские, вот того времени, как бы украшения, которым можно позавидовать, сегодняшним ювелирам. Вот эти все находки были здесь. Ну и здесь совершенно недалеко. Место-то вот это недалеко. Это всё должно было быть заселено, потому что это большая-большая древность. Люди живут, и люди, естественно, расселяются. Они не могут жить. Вот только в этих границах каких-то, конечно же, они живут везде. Просто это скрывается. И что мы здесь видим? Может быть, уже кто-то увидел, обратил внимание. Конечно же, здесь есть круглые озера. Можно сказать, это простое совпадение. Это озеро, которое называется Средний пруд почему-то. Хотя граница у него чуть побольше. Конечно, здесь уже застройка. Это типовая застройка спального района идёт. Понятно, что здесь дома все новые. Хотя надо посмотреть по фундаментам вот таких домов, которые идут немножечко в другом направлении. Они построены. У них другие линии. Если вот эти все идут перпендикулярно Ченгарскому бульвару и улице Каховка, то есть дома, которые выбиваются из этой общей фактуры. Ну и что, собственно говоря, по этим прудам? У меня есть много фильмов, несколько серий по круглым озерам. По озерам Тверской области в данном случае, где я провожу аналогию о том, что многие озера круглые находятся на одной линии. Не я одна это заметила. Не я одна. Я уже говорила про Нижегородские озера круглые. И если мы проведем, возьмем линейку и проведем линию через эти озера, то они у нас окажутся также на одной линии. Вот опять-таки случайность, не случайность. Возможно, там еще что-то было. Жизнь здесь нет. А здесь озера остались. Дальше у нас, если мы линию проведем, вот здесь вот она попадает на Чертановский пруд. Почти попадает вот в него здесь. Вот такой непростой Ченгарский бульвар. Это всего лишь одна зарисовка. Просто когда ходишь по улицам, даже по своим делам, то тут, то там город открывает свои тайны. Главное увидеть и вовремя зафиксировать. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам было интересно узнать новое о Москве, о спальных районах Москвы. Оказывается, они тоже допотопные. Всех вам благ. Делитесь этим видео, подписывайтесь на мои каналы. С вами была Галина Конышева. До свидания.